Инверторный блок управления образца 2022 года от Baloo. Что появилось? Во-первых, у него теперь автоматическая поддержка Wi-Fi. То есть теперь не нужно приобретать отдельно Wi-Fi модуль. Если раньше вы это делали и вставляли его вот сюда, вот в этот вот торец, то теперь он зашит, то есть он стал как Барби и Кен. То есть ничего этого делать не нужно. И второе, теперь можно вручную ограничить мощность нагревательного элемента до 50%. То есть если раньше можно было сдать необходимую мощность там с шагом в 20%, там 0, 20, 40, 60, 80, 100, то теперь вы можете сдать 50 и сохранить инверторную технологию на 20, 40 и на 50%. То есть, так скажем, теперь инверторная технология сохраняется не только на 5 ступенек, но еще и на 2,5. Итак, давайте сейчас продемонстрируем вам, как это все выглядит. Сейчас я включу запись экрана. Так, вот у нас все пошло. Запускаем наш конвектор. У меня он отображается в правом нижнем углу, то есть вся техника выше. В приложении Homin, то есть много всего сюда можно подключить, как угодно называть и так далее. Итак, вот наш, получается, Wi-Fi модуль, вернее говоря, наш Wi-Fi модуль, наш инверторный блок образца 22 года Балу запустился. То есть он работает стабильно, даже если мы как истерички будем менять здесь температуру, он это все понимает, прекрасно быстро на все это реагирует. Если нам нужна ручная регулировка, например, мы поставили его на мощность 3 из 5, все работает. Инверторная технология не 4 из 5 хотим, 5 из 5 хотим. Инверторная технология при этом исчезает, то есть появляется вместо надписи авто, появляется надпись кастом. Если нам нужно самое интеллектуальное поддержание температуры, то есть инверторная технология, пожалуйста, переводим его здесь в режим авто. И все, все работает прекрасно и удобно. Итак, что следующее я хочу вам продемонстрировать, ту самую технологию. То есть я не нашел, как она заводится из приложения, то есть я допускаю, что этот функционал просто еще не добавили. Как это сделать руками? Заходим в меню, дальше прыгаем в Power, дальше прыгаем в Power Limit. И здесь видим 50% и 100%. Вот сейчас я специально кладу блок поближе к камере. Чтобы вы это видели, вернее не кладу, а направляю. То есть здесь еще все зелененькое, конечно, может не так хорошо видно. Но теперь нажимаем 50%, окей, подтверждаем. И что мы теперь видим? Теперь мы видим мощность здесь 2,5. Это то, чего раньше в принципе не было никогда. Интересно, интересно. Особенно тем, у кого в принципе по умолчанию изначально маленькое количество киловатт. Не знаю, построили вы дом. Был он, например, у вас, ну получилось он там 100-120 квадратных метров. То есть вы подали заявку на увеличение мощности, потому что изначально у вас было 8 киловатт. И вы понимаете, что с 8 киловаттами и конвекторами вы никак не развернетесь. Соответственно, здесь у вас появляется эта вся возможность. Так что, я думаю, это прекрасная опция. Если вдруг вам нужно из этой опции выйти, то, соответственно, выходите в кастом. Но вот даже видите, здесь вот так вот работает. То есть в общем, когда все в приложении завезут по-нормальному, будем смотреть, как это все будет работать по-нормальному. И будем записывать для вас следующее видео. А так, господа, блок новый. Купить его можно в нашем интернет-магазине. Если вам нужен конвектор в комплектации именно с этим блоком, то, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях. Мы скажем, какой плюсик под деньгам будет. И сможете заказать.